Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Как всегда, моя помощница Мася пришла поучаствовать в съемке. Сегодня мы с вами разговариваем про осветление и про оклейку вина. В каком случае вообще нам это нужно? В принципе, довольно часто вино осветляется самостоятельно. И я вообще сторонник минимального вмешательства в какие-либо процессы. Если все идет хорошо, значит все идет хорошо. Но при этом не придерживаясь каких-то таких радикальных взглядов, что вот только так и никак иначе. Бывают случаи, когда нам приходится вмешиваться в те или иные процессы. Итак, когда нам может понадобиться оклейка вина? Когда оно мутное и очень плохо осветляется, обычно это светлые сусла. С красными, как правило, все хорошо. Когда у нас сусло окислилось, как понять, что оно окислилось? Я немножечко говорила про окисление в одном из прошлых видео. Но еще как понять, значит, с белыми проще. Вино становится коричневого цвета. Как правило, еще при этом мутное. Ну, может быть, просто в коричневые тона переходит. В процессе приготовления это очень сильно заметно. Красные сусла, красный вина тоже могут из красного переходить прямо в такой кирпичный цвет. Даже такой, знаете, как шоколадный. Вот, это признак, что вино окислилось, но его можно привести в более-менее приятный вид. И сегодня я вам покажу, как это сделать. Именно на примере белого вина, чтобы вы увидели все от начала, какое оно было. Такое не очень презентабельное. До конечного результата, каким оно стало по внешнему виду. А стало оно по внешнему виду очень красивым. Там ничего таких горчинок, ничего не было. Просто это было молодое вино, которое я не совсем аккуратно снимала с осадка. Вот так вот оно взбаламутило и стало таким некрасивым. И как я его привела в хороший, приятный вид. Итак, у нас с вами вот такое вот сусилка. Не очень красивого цвета. Между прочим, у вас оно выглядит более желтеньким. У меня оно выглядит более таким серо-коричневым. Ну, не самое привлекательное. Это сусло из белого винограда. Бражение здесь уже закончилось. Итак, мы берем желатин. Для того, чтобы вы понимали, что здесь нет четкого рецепта. Так как и во всем виноделии рецепта четкого нету. Дозировки очень сильно разнятся. Потому что вот это сусло, оно может быть разным. И в зависимости от того, что там, и появляется доза. Все, никак иначе. То есть четких пропорций. Та доза, которая сработает у меня, не факт, что сработает у вас. И наоборот. Это все надо подбирать. Вы обязательно должны это учитывать. Ну, приблизительно. Если у нас более-менее все нормально, то 1 грамм желатина на 10 литров это дозировка. Если же вина очень такие страшные, коричневые, шоколадные, то там вплоть и до 18 грамм желатина на 10 литров. Как отмерить? В идеале, конечно, иметь микровесы. Но если их нет, столовая ложка это 10 грамм приблизительно. Значит, у меня желатин. Ну, желатин бывает разным. Мы разводим его по инструкции в 10-кратном объеме воды. То есть, почему я взяла вот 3, можно даже брать 10 вам столовую ложку, ввиду того, что мелкие объемы очень сложно разводить, очень сложно греть. То есть, мы потом будем высчитывать тот объем, который нам надо будет добавить в сусло. Если мы берем 1 грамм желатина, то нам его надо развести всего лишь в 10 миллилитрах. То есть, понимаем, что это не совсем удобно. Поэтому я беру 3, ну, хотя бы, чтобы мне как-то было удобнее разводить. И вот этот могилевский желатин, он быстро растворимый. Его разводят сначала просто немножко, он набухает в холодной воде, затем добавляют горячую воду. И, как говорится, при ходе счастья желатин растворяется. Другие марки желатинов растворяются немножко по-другому. Читаем инструкцию. Самое главное, нам надо развести желатин в 10-кратном объеме воды. То есть, если мы берем 1 грамм желатина, значит, 10 миллилитров воды, 2,20, ну, так далее. Что влияет на оклейку, на осветление? Влияет температура в настоящее время. Вот, когда мы будем осветлять, чем она холоднее, тем лучше. Желательно, чтобы сусло было градусов 10. Но, опять же, мы всегда пользуемся теми возможностями, которые у нас есть. Если объем небольшой, классно поставить в холодильник на пару часов и потом уже проводить оклейку. Если это осень прохладная, на балкон где-то вынесли на улицу, то есть, чтобы оно охладилось. И, конечно, белые сусла светлые не оклеиваются плохо. Я об этом говорила в прошлом году и говорю сейчас. То есть, чем дольше они стоят, тем проще им потом, как говорится, брать этот самый клей и осветляться. Если мы сразу пытаемся что-то делать, то могут возникнуть проблемы. То есть, процесс длительный. И здесь нужно терпение, нужно выдержка. Опять же, для вашего понимания, что по мановению волшебной палочки не факт, что все получится. Желатин готов. И наша задача добавить его в вино. Теперь считаем. Помним, мы разводили в 10 раз. То есть, в 10 мл у нас 1 грамм желатина. Исходя из этих пропорций, мы добавляем, я вам говорила, дозу приблизительно 1 грамм на 10 литров. То есть, 10 мл на 10 литров. Если у вас 3 литра, то приблизительно 3 мл. При этом, как бы, вообще в промышленности везде делается так. Делается пробная оклейка. То есть, наливаются пробирочки. Там по чуть-чуть добавляются разные дозы. И смотрят, где лучше происходит реакция. Поэтому моя рекомендация. Тоже я вам уже говорила. Здесь нет четких пропорций. Каждое вино оклеивается по-разному. Поэтому вы берете какой-то небольшой объем. На нем пробуете. И только тогда применяете ко всему остальному. Потому что, ну, в принципе, все можно исправить. Если недооклеили, если переоклеили. Все это можно исправить. Но все же рекомендация. Попробовать на небольшом объеме. Все, у меня все готово. Я буду заливать. Смотрите, чем дозировать мелкие объемы. Шприц обычный. 2 мл. Ну, тут у меня литра 3. Поэтому я сейчас 2 и еще чуть-чуть добавлю. Оп. И хорошенько размешать. Ну, тоже мешаю, чем есть. Конечно, лучше было бы для этого подобрать более удобную емкость. Если бы у нас было вино красное, то мы могли бы даже сразу увидеть эффект. Красные вина могут оклеиваться буквально там за полчаса. Но со светлыми суслами все происходит долго. Может быть эффект и через 2, и через 3 недели. Иногда бывает, что тоже вот буквально там за час, за два что-то будет видно. А вот смотрите, эффект буквально 10 минут прошло. Значит, правильная дозу рассчитала. Эффект начинает проявляться. Помните, что было до этого? Можно отмотать. Было все однородно. А сейчас появились крупные вкрапления. Это очень хорошо. Желатин склеивает белковые частички. Они становятся крупными и осаждаются. Ну, все равно так быстро, как с красным, повторю, что бывает. Буквально за полчаса оно становится идеально прозрачным. Так быстро не будет. Но, тем не менее, вот уже эффект определенный есть. Прошли сутки специально показываю. Поскольку есть определенный результат, несмотря на то, что я вам говорила, что можно ждать вплоть до месяца. Некоторые реакции протекают медленно в зависимости от исходного сусла. Ну, видите, что я спровоцировала? Значит, я спровоцировала осадок. Но достаточно много мути. А еще в самом сусле есть. Да, это вино очень молодое. Оно только отбродило. Чем дольше вино стоит, то есть, если оно бы постояло хотя бы месяц-два, осветлять его мне было бы гораздо легче. Возможно, оно бы осветлилось само. Но в данном случае, как бы, у меня есть причина, почему я хочу все это ускорить. И вот если я вижу такое, значит, я добавлю еще немножечко. То есть, я добавляла из расчета 1 грамм на 10 литров. Я добавлю еще 1 грамм на 10 литров. Посмотрю, что у меня будет происходить. Ну, и, наверное, на этом остановлюсь. Значит, после второго добавления прошло буквально 10 минут. Почему показывают, чтобы вам было видно? Смотрите, все происходит вот прямо на глазах. Частички склеиваются. И вот опускаются на дно. Помним, 5 минут назад, что здесь был такой тоненький осадочек? А сейчас вот пошли крупные частицы, и вот они здесь подвисают. Вот они схлопываются, схлопываются. Именно это и унесет у нас вот этот вот страшный серый цвет. И потом у нас все будет, на самом деле, очень красиво. Но когда-то это быстро происходит, когда-то это медленно, особенно на светлых суслах. Видите, мне просто повезло, как будто по заказу. Сусло решило показать, как это происходит на самом деле. Ну вот, смотрите, прошло тут пару часиков осадочек. Значительно сильно посветлило. Уже в таком состоянии я его оставлю отдыхать. На недельки 2-3 уже остальное должно осесть саму. Итак, с момента добавления желатина прошла неделя. Вот это сусло еще мутноватое. Ну, конечно, оно выглядит гораздо презентабельнее, чем оно было в начале. Смотрите, в маленькой баночке, ну, на самом деле, все кристально прозрачно. Это тоже сусло. Но смотрите, сколько здесь высота падения частиц. И сколько здесь. Разница, я думаю, очевидна. Именно поэтому вот такая разница. Чем меньше объем, тем быстрее осветляется. Здесь, если присмотреться, на камере видно плоховато, но некоторые частички, они находятся в подвисшем состоянии. Им надо время. Три недели для светлых сусел вполне нормально. Хотя бывает иногда так, что как-то вот мы очень удачно подбираем дозу, у нас все осветляется очень быстро. Смотрите, что стоит между. Такое розовое сусло, да, оно чуть-чуть мутновато. Но дело в том, что это вообще бродящее сусло, которое я осветляла для игристого. И оно тоже достаточно прозрачное. Я специально развернула вот так, чтобы, может быть, было лучше видно на фоне белого листа. То есть практически близко к идеальному. С учетом того, что процессы-то там еще идут, оно еще бродит. Здесь тоже я очень удачно попала в дозу. Важный момент, который вы должны понимать при осветлении. Здесь надо набраться терпения. И понимать, что я об этом говорила вначале. Четкого рецепта нет. Вы подбираете дозу индивидуально под ваше сусло. Для вот этого сусла и для вот этого дозы будут разные. В зависимости от возраста. Сусло, вина, ну, это уже вино. Это здесь еще бродящее сусло, это уже вино. То есть в зависимости от того, какого возраста вино, тоже доза будет разная. И не спешим. Значит, самое главное, не спешим. Через некоторое время эти частички осядут. И у нас будет красивое, кристально-прозрачное вино. Ну, вот как в этой маленькой баночке. То есть, видите, вот это показатель того, что вот с этим тоже все будет нормально. Только надо набраться терпения. И еще такой момент по осветлению. Я вам покажу. Смотрите. Это бродящее сусло, это закваска. Обратите внимание, в нее ничего не добавляли. Она абсолютно прозрачная. При этом пена говорит о том, что процесс еще идет. То есть, некоторые сусла прекрасно осветляются самопроизвольно. Поэтому, когда у вас вино только закончило бродить, не спешите сразу же его осветлять. Дайте ему время. Итак, прошло 3 недели. И мы имеем кристальное прозрачное вино. Да, оно желтенького цвета. Но оно такое и должно быть. Оно так и задумывалось. Намокла чуть-чуть бумажка. Поставлю сзади, просто чтобы было видно, что прозрачность идеальна. Оно прямо блестит. Ну, и снизу осадок. Осадок может быть разный. Я уже один раз снимала с осадка. Это уже второй такой выпал. Ну, в итоге получилось вот такое идеально прозрачное вино. И именно вот такого результата мы добиваемся, особенно при осветлении светлых вин. Если у вас получилось что-то более светлое, но все равно мутное, значит, процесс завершен не до конца. Может, такой результат получиться через 2-3 дня. Может, через 3-4 недели. Все зависит от параметров вашего вина. Как видите, путем определенных манипуляций мы можем, даже если у нас вино получилось какое-то не очень красивое внешне, его исправить, получить хороший внешний вид и хороший вкус. Поэтому, если что-то пошло не так, не отчаивайтесь. Сначала пробуем что-то с этим сделать. И в 99,9% случаев у вас все получится. Теперь мы еще раз снимаем вино вот с этого осадка. И все готово. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения, задавайте вопросы. Тут видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда. и мои контакты. До новых встреч!